всем привет мои дорогие друзья и подписчики с вами снова я дезертир и я надеюсь вам понравится новая серия записей по игре dallas principle что ж я немножко пробовался в игре не могу сказать что мне она понравилась надеюсь вам она тоже понравится давайте я зайду в настройки звук вроде здесь будет всегда по умолчанию нормальный графика почему-то кстати у меня сбилась тренд пикселей а ну пофиг не буду ничего менять как есть так и есть ну и собственно давайте начнем новую игру и вот мы попадаем неизвестность запуск прошивки прошивка функционально загрузка параметров дочерней программы версия 99 система проверки системная проверка завершена запуск дочернего процесса готова ну в общем что-то запускается честно даже не знаю что именно и что нас ждет ну таки мы видим руку небо где мы странный звук по металлу узри дитя мое ты восстал из праха и идешь в сад мой услышь голос мой и знай что я твой создатель и имя мне элохим ищи меня в храме моем если ты достойный ну что же давайте пойдем пол чуть такое ты какое-то поле чем напоминает поле из портала ну ладно давайте а это что какая-то хрень о мы и кстати взяли круто взаимодействие субъекта так а через это пройти нельзя можно деактивировать управление сложными заданиями задачами точнее кстати а мы эту хрень с собой взять можем хитрые разрабы нельзя взять ладно так что это еще что такое это что-то и так предполагаю опасное нам дали эту штуку о смотрите-ка она может деактивировать вот эти фигни так на турель я тоже натыкаться не хочу давайте ее отключим интеллектуальный потенциал потенциал его потенциалов в общем все с ним нормально я не знаю где но есть что-то красивое в этом месте если я исследую и посмотрю что смогу сделать версия 17 видимо мы 99 испытуемый который проходит эти места я так понимаю что это какое-то испытание по всей этой земле я оставил испытание который ты должен преодолеть и в каждом из них я скрыл сигилы твоя цель найти эти сигилы ибо так ты послужишь будущим поколением и обретешь бессмертие так ну здесь вроде ничего нету никаких сигилов я оказался в мире невероятных построек и необъяснимых машин я не понимаю как функционирует и я не понимаю как он функционирует и боюсь провалиться сквозь пол если сделаю хоть шажок вперед так тут что-то странное какие-то много разветвлений ну наверно сюда пойдем нам что-то дали для этого замка требуется больше сигилов окей так куда пойдем там желтый сигил он нам не нужен по идее да там давайте сюда пойдем че какая разница если первый сигил только мы вдвоем так ну там пушка да ну давайте вот так сделаем так а тут еще получается одна да а можно как-то сквозь нельзя хорошо сейчас будем соображать как это делать возможно здесь да здесь есть еще одна здесь есть еще одна так а как нам кстати говоря мы можем да мы можем деактивировать тогда у меня есть маленькая идея что если как-то сделать вот так вот например да мы активировали а чёрт немножко не продумано кстати а можно два раза деактивирует да тогда вот смотрите все я понял короче механику так я понял эту механику тогда вот так вот смотрите отлично элементарно ватсон 1 сигил у нас или сигил фигуры что ты собираешь не просто бездельцы все они символы имени моего каждый приближает тебя к вечности ноги сюда пойдем чем здесь одна фигура дверной глазок так можем оба она а мы оказывается сюда не можем принести ее так давайте тогда заблочим вот эту фигню не пройдем наверное вперед а так как как тогда а сейчас мы все понял сейчас мы вынесем короче смотрите вот так можем да отлично можем вынести вот эту ой и деактивировать и это и деактивирует ту на таком расстоянии интересно можно хотя проще деактивировать эту а вот этой деактивирует ту отлично готова еще назад загадочка решена о кстати вот тут другая уже какая-то фигня появился не нужен чтобы открыть дверь в храм мой но он может послужить тебе в будущем а то есть мы рано-рано его открыли да но проще тогда все сиделы собирать сразу и я думаю то есть но не обязательно только те которые нужны но можно собрать и те которые не нужны так здесь три сигила такой вот такой и такой а нам нужно только два из них я думаю все три соберем недостигаемый переключатель так а вот переключатель запрыгнуть мы на него не можем до него отсюда а здесь не пройти здесь не пройти отлично ладно будем искать обходной путь так что если вот так здесь ничего нет ничего вроде нет о здесь лестнице а вот переключатель где у нас отлично берем на всякий случай она может нам пригодится и да я был прав она нам пригодится замри еще один сидел кстати когда мы проходим у нас открываются дитя остался лишь один сидел у нас открывается путь нам нужен любой из вот этих двух сиделов по проторенные дорожки как бы тут а нам туда можно как бы к ним подходить да вроде можно так о это была плохая идея я думал что там что-то есть хранители этой земли могут навредить тебе так я понял что они могут мне навредить но идея по моему хорошая что если его там запереть можно так интересно сделать да мы там заперли по ходу смотрите-ка реально заперли вот и сидел наш замолчай храм ждет тебя дитя моё отправляйся в путь не давая сначала соберу последний сидел численное превосходство нет нужды собирать все сидел и сразу ты можешь вернуться сюда когда захочешь ну смотрите мы можем конечно убрать пушку но тут останется этот давайте как-то а у нам него стукается но мы походу заперли то на пушку отключили отлично еще один сигил готов какое усердие возможно но хорошо послужит тебя в будущем вроде бы все сигилы сделал что удобно разработчики сделали что они помечаются крестами то есть когда то есть мы заканчиваем у нас все это закрывается и кстати вид от третьего лица но мы знаем неприятнее от первого так берем сигил обращать на эту и вот так вот ставим все понятно легко собирается кстати она вот так вот видать и мы можем соответственно обратно их поставить видимо кстати говоря то тут есть записи мне раскрыли глаза это не беспорядочный мир он создан великим творцом где силы и предназнаменование ведут меня по моему пути не один из его детей а преодоление преодоление всех встречающихся препятствий проверка моей веры независимо от того какова конечная цель этого великого испытания она в недосягаемости как же мы должны не поддаваться отчаянию зная это мне кажется что эти послания данным для того чтобы мы что-то замечали то есть узнавали такую историю это что кстати видимо это какой-то компьютер который меня смотрит и кстати вот смотрите он реально на меня смотрит то есть но я двигаюсь и глаз двигается загрузка сеанса библиотеки выполнен установка локальных дисков 47 миллионов распределенных ресурсов найдено подключение сетевых дисков ошибка сеть недоступна загрузка помощника библиотеки милтона ошибка bbm не отвечает запуск командной строки выполнена сеанс архиве библиотеки готов дозе стандартную фразу всех программистов hello world неизвестная команда dear тоже неизвестно тоже неизвестно что это тоже неизвестно привет тоже не то есть только help окей основные команды терминала показать список имеющихся ресурсов показать содержимое файла показать данный текст загрузить помощника библиотеки милтона закрыть сеанс терминала давайте мы сделаем помощь нажимать не будем список выведем поиск локального каширования ресурсов так итак приветствия от кого ну ладно от кого кому и тему читать не буду захотите сами почитайте в общем добро пожаловать в команду привет еще раз прости если я вела себя немного странно на собрание я знаю что ты нервничала но честно говоря и я тоже в этом наверное трудно поверить но ты меня напугала ты так молода уже столько его добилась если бы ситуация не была настолько мрачной я бы даже позавидовала но я бы хотела кое-что уточнить я понимаю что формально я здесь ведущий научный сотрудник но это твой проект и все будет это уважать и да я знаю что ты не привыкла так работать на сегодняшнего дня для тебя возлагается большая ответственность не давлю на тебя сделаем же это наде окей следующий это на глава 16 афина в садуге спирит не доверяла им ну то есть вот смотрите у нас есть даже битые данные то есть и мы не можем прочитать что там написано она не доверяла им но они двигались такой грации с таким благородством что было трудно не следовать за ними в этот странный сад обманов они привели ее к месту где корона и деревьев показалось рослись образуя своего рода зал странно напоминающий часовню середине этого зала росло дерево поменьше из ярких голубых стали а наверху этого дерева росло одно единственное золотое яблоко это яблоко сказали нимфы в унисон и глаза их засверкали дарует бессмертие и истинную мудрость многие герои многие злодеи приходили чтобы завладеть им но на последней ступени все дрогнули тебе надо знать что бессмертие открывает смертность мира а настоящая мудрость собственную бесконечную глупость кто возьмет это и время на себя некоторые говорят что геракл глядя на звезды и заплакал ну в общем опять же битые данные которые не могу прочитать от кого неизвестно и кому ну можно сказать от 69 ко второму на мой взгляд у мира нет инструкции по применению ты сам должен его понять чуть-чуть здесь чуть-чуть там сложить все вместе и постараться разобраться я уверен что истина есть но не каждый кто утверждает что знает ее на самом деле обладает ей хотя опять же это не так уж и плохо мы живем в удивительном мире и поиск истины может сделать настоящим приключением кому же это полезно для мозга так или иначе это всего лишь бессвязный бред твоего старика не позволяйте мыслям поглотить себя ты молод и у тебя впереди еще уйма времени чтобы все понять с любовью папа давайте запустим pbm загрузка выполнена запуск простого языка выполнена сеанс поддержки открыт здравствуй гость чем я могу тебе помочь прости но то что ты сейчас написал просто бессмыслица я лучше всего реагирую на синтаксис субъект глагол объект ты понимаешь что я говорю понимаю довольно пафосное высказывание но да каким было первое слово в последнем предложении которое ты написал прости но я могу только обрабатывать реагировать на синтаксис виды субъект глагол объект ты способен обижать ступая железяка ты не можешь оскорблять меня опиши свои функции помощник библиотеки милтона предназначен преимущественно для сортировки и классификации данных в архиве библиотеки второстепенная его функция состоит в облегчении взаимодействия пользователей с ресурсами библиотеки через интерфейс интуитивно понятного человеческого языка он также предоставляет значительные функции связи и устранение неполадок сколько лет архивом библиотеки сколько уже работает эта система для чего нужны эти терминалы каково текущее состояние архива библиотеки и так сколько лет архивом сроки поступления ресурса в библиотеку с 1 июля 1995 по 27 июня 2017 для чего нужны эти терминалы терминалы обеспечивают доступ к архиву ресурсов библиотеки сколько уже работает эта система система активна в течение 99999 лет каково текущее состояние архива библиотеки в архиве содержится 47 миллионов ресурсов которые занимают 5 петабайт дискового пространства это приблизительный размер да видимо это все-таки по приблизительный размер 30 миллиардов фотографий 7 миллионов минут hd-видео весь интернет за 2003 год однако большинство ресурсов библиотеки повреждены и недействительное индексирование 10 и 6 десятых гигабайт неповрежденных ресурсов хотя тут 7 скорее всего даже так что вызвало повреждения данных прогрессивное повреждение данных неизбежно в любой системе в течение времени кроме того большое количество несоответствий было обнаружено во время сортировки что приводит к недействительности большей части данных забудем про библиотеку можешь ли ты ответить на вопрос о внешнем мире мои знания ограничены дырянном в архиве библиотеки ты можешь спрашивать о другом но мои ответы могут быть ограничены кто такой эпохим эпохим существительное обозначающие бог или боги в современном и древнем иврите что я такое и вошли через учетную запись гостя где я в данный момент вы находитесь в сеансе поддержки программы pbm с интерфейсом человеческого языка ваш сеанс в архиве библиотеки может быть возобновлен в любое время выйти завершение сеанса технической поддержки выполнено возобновление сеанса архива библиотеки выполнена поиск локальных кашированных ресурсов выйти ну что ж мы как-то как-то продвигаемся вперед пока что я думаю что пройдем дальше что у нас здесь есть еще два еще два объекта получается а тут что ступи в лучи света дитя моё и тебе откроется храм мой давайте сначала соберем хоть он сказал что можем вернуться но я предпочитаю делаться сразу толкая спящего льва а так у нас есть пушка а и у нас есть еще одна это но нам нужны две чтобы открыть эту и заблокировать эту значит да сделаем это вот так надеюсь что эти задачи будет не слишком сложные тем готова элементарно бежим дальше трио бомбатикус система та же начать стоит думаю с вот этих отойдем подальше подальше сказал я выпустим одну выпустим вторую выпустим третью и откроем готово ну а теперь со спокойной душой выполненным абсолютно всеми задачками которые я здесь нашел более задачи здесь не вижу хотя возможно где-то здесь есть спокойные надписи наподобие тех что мы видели ранее надо будет их поискать кстати говоря но пока что я их вроде бы не вижу ладно я думаю мы в принципе можем спокойно идти дальше есть точно ничего нету сейчас ты ступаешь по каменным плитам храма моего отсюда ведет много дверей знаю у меня есть и другие храмы ибо сад мой больше чем доступно взору твоему и все эти миры я создал для тебя смотрите у нас есть первый мир который полностью завершён второй мир в котором есть три детали третий мир в четыре детали 4 4 5 5 6 4 7 5 10 7 миров и это мы прошли только а стадию таким образом мы откроем следующую пока нельзя нужно больше сигилов ну собственно как нам и говорилось до этого в моем саду много тайн скрытые пути и тайные врата упорно постигая их ты сможешь стать одним из посланников это уже интересно здесь вот тоже что то есть а здесь ничего нет а тут 7 но вот тут уже видите пустота о а я прям нашел что-то когда мы попали то видимо я сюда рановато пришел наверно так давайте отсюда пока вы идем рано 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 это рано но я тут надо запомнить что есть восьмой мир за вот эта стеночка я случайно я не знал про то что он там просто логично предположим что если есть здесь дверь здесь дверь значит есть и здесь дверь мне оказался прав и так следующей серии мы отправимся во второй еще несколько миров до встречи мои дорогие друзья